Привет, с вами Тимур Асланов и советы ораторам. Как вернуть внимание публике во время выступления? Внимание публике самое ценное, что есть у оратора. Если вы выступаете перед аудиторией, она завороженно слушает, ловит каждое ваше слово, это счастье. А если нет? А если слушатели отвлекаются, начинают смотреть в телефон или что еще хуже разговаривать друг с другом, значит что-то пошло не так в вашем выступлении. Самое плохое, что может сделать оратор в этой ситуации, продолжить говорить, как ни в чем не бывало. Не обращать внимания на то, что его не слушают, а просто договорить речь до конца. Это ошибка. Ну, если только вам не наплевать на результат. За вниманием публики надо следить. Вниманием публики надо управлять. Даже если аудитория или какая-то ее часть начинает отвлекаться, это еще не значит, что ваша речь провалилась и надо убегать со сцены в слезах. Давайте рассмотрим три простых ситуации, в которых оратор должен вернуть внимание публике. Ситуация первая. Опоздавшие. Обязательно найдутся те, кто опоздает на ваше выступление. Кто-то из них тихо как мышь просочится в зал, стараясь остаться незамеченным. А кто-то с шумом распахнет дверь, громко поздоровается, извинится за опоздание и также шумно начнет искать место, где сесть. Что делать? Не надо делать вид, что ничего не происходит. Возьмите паузу и всем своим видом, без агрессии, но с улыбкой, покажите, что все мы ждем, пока вы решите свой вопрос с посадкой. Потому что продолжать говорить в этот момент бессмысленно. Часть аудитории будет с интересом следить за новым участником встречи и его поисками места. А он, когда сядет, еще и будет приветствовать всех знакомых в радиусе возможности рукопожатия. Под вашим пристальным молчаливым взором он сделает все это значительно быстрее, а дальше вы снова можете захватить внимание аудитории словами. Ну а теперь мы продолжим наш разговор о... ну и далее по тексту. Все отвлеклись, немного передохнули и снова готовы слушать ваше выступление. Ситуация вторая. Телефонист. Сколько бы вы не просили публику не говорить во время вашего выступления по телефону, обязательно найдется тот, у кого срочно, очень важно, и ему кажется, что его бас – это шепот, который слышен только его собеседнику на другом конце телефонной связи. Говорить параллельно с ним – терять авторитет. Кому-то будет не слышно вас, кому-то будет очень интересно то, что обсуждает он. Что делать? Вариант первый. Идите в зал. Подойдите к человеку, говорящему по телефону максимально близко, насколько позволяет рассадка. Встаньте. Смотрите прямо на него. Молчите. Рано или поздно он поймет, что стал центром внимания. Скорее всего, извинившись, закончит разговор или выйдет из зала. Есть ли остатки вменяемости? Если же он продолжит разговор со словами «очень важный звонок», рекомендую громко сказать «ничего-ничего, говорите, мы все вас подождем». Тут уже, скорее всего, вам на помощь придет и зал, потому что ждать какого-то кренделя, который решил за счет всех порешать свои вопросы, не хочет никто. Всегда можно выйти в коридор для звонка, но есть такие упрямцы, которые считают, что этика не для них. Есть еще один прием. Если вы выступаете с микрофоном и удалось подойти достаточно близко к телефонисту, протяните к нему микрофон, чтобы его голос попал и в динамике. Это тоже неплохо действует. Вариант второй. Если вы видите, что человек сидит слишком далеко и близко подойти не удастся, можно прямо со сцены обратиться к нему. У вас там что-то очень важное? Мне подождать пока? Нам всем подождать, пока вы решите вопрос? Напоминаю, делаем это с улыбкой, без агрессии. Ваша задача, чтобы симпатия аудитории была на вашей стороне. Поэтому юмор и позитив. Как только вы проявите агрессию, часть публики встанет на сторону того, против кого эта агрессия направлена. А вам это не надо. Ситуация третья. Болтуны. Группа участников встречи в определенный момент начинает в полголоса что-то между собой обсуждать. Что-то, скорее всего, не относящееся к теме вашего выступления. Им кажется, что обсуждают они тихо, но это не так. И как и в предыдущем случае, это отвлекает других участников, мешает им слушать вас, а кто-то переключается на них, потому что там тоже что-то интересное обсуждают. Если вы будете делать вид, что ничего не происходит, вы потеряете уважение публике. Надо реагировать. Что делать? Обратиться к ним со сцены с репликой. Есть вариант министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Коллеги, мы вам не мешаем. Есть и другие варианты. Коллеги, вы хотите прокомментировать то, что я сказал? Поделитесь со всеми. Есть более миролюбивый. Коллеги, очень трудно говорить параллельно с кем-то еще. Давайте по очереди. Сейчас моя очередь. Если люди адекватны, они поймут свою ошибку, а вы сможете продолжить речь. Вот такие советы я вам хотел сегодня предложить. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok